всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно воде enter и на ваших глазах мы будем обозревать карту ран фани бани это у нас первый раунд успешно стартанувшего альмера кап который будет состоять из семи карт про него мы говорили по моему на прошлом обзоре что будет 7 раундов и все это уложится в месяц интересным образом ну и пожалуй давай начнем да давай показывать я ее не играл собственно потому что я их отбирал эти карты поэтому было бы очень странно если я еще принимал на них участие в общем то сразу глаза образуется то что есть тайм-ресет принципе кп не восстанавливается значит и не то нету три триггер и нет который отбирает все и возвращает по дефолтному хп значит можно вернуться условно верят сроки там даже на старте на сроке ну я не знаю зачем он тут нужен тайна хотя ну ттр ну как вы можно ли она то можно взять из граната начать на это мало что даст ну как варианта на самом деле да не очень много это даст поэтому давайте посмотрим дальше у нас коридорчики 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 наверняка весьма некомфортно выкутри было их крылить я так подозреваю прикольный космический скейтбокс так это у нас просто вода и это не киев не т.п. это просто вода и небольшая рампочка у нас есть смотрел там какие-то уши были уж нет это текстуры торчали пускай видимо а это боковые стенки право или видим мы такие паники в принципе с двух сторон они немножко скошены а значит что об них можно опа и внутри такой порт и да а еще у трампа у нас и везде там внизу телепорт я так понимаю включается ракеты можно об них таким образом пройти ракету здесь вот отбирают и вот здесь вот дают гранаты дают их много дают и быстро так здесь у нас телепорт и вот такой у нас как будто вы флок англии велика британии ты как его служит у нас триггером короче который дает еще один да типа кнопки на самом деле там натянут триггер тоненький который нам дает она правимся прыгнуть телепорт заходим в телепорт бросает примерно в похожую комнату ничего нет комната полностью закрыта еще раз такой же триггер который дает этот раз из плазмы идем в следующий телепорт еще одна такая же комната только она примерно побольше длиннее и заменим дальше поле 0 плазмака или отобрали 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 окей здесь он берет значит плазмы но так немножко и вот тут у нас каждой стороне есть кнопки такие же очередные триггеры которые дают дают плазму дают гранаты и дают ракет принципе забрались наверх и можно забираться по избираться можно опускаться вниз тут у нас стена наверху там клип куда нельзя за текстуру вылететь и падай вниз вниз тут у нас ничего просто видимо обозначение чтобы было удобно и и финиш 4 включены да ну вот даже не знаю такая вот карта небольшая карта небольшая да посмотрим от лица интера у нас шли какие тут есть четыре какие нашел я к сожалению эта карта немного поиграл последний день буквально за за час решил поиграть две физики что получилось это отослал динки вот но сейчас cpm поэтому я теперь физику наверное немножко расскажу начало в принципе стандартная начинаем из буста ну без прыжка здесь наверное даже получше потому что мы летим и вот на эту рампу можно приземлиться здесь немножко получить скорости ну старшка без прыжка на ту рамку сразу ну а понял почти до летается или я не знаю может не до рампу может сюда приземлялся честно не помню в общем здесь эти ракеты они очень много дают третья ракета уходила вот сюда вот в эту стенку здесь у нас два варианта прохождения либо мы с прыжком либо мы просто скальзываем с этого краешка вот следующий ракета вот в эту стенку то есть это рокет спам сначала а дальше начинается самая большая проблема этой карты прям самая большая потому что все остальное простое это вон та дырка как бы в физике cpm здесь наверное два или может быть три способа прохождения этого всего самый первый и самый простой это даблджамп вот эту штуку но дело в том что когда у нас очень много скорости больше двух тысяч если мы в любом как бы мы не сделали здесь даблджамп сроки там без рокета чтобы мы не делали мы или мы воткнемся в эту стенку либо улетим в потолок и ну с большой вероятностью в потолок в стенку воткнемся и все как бы туда никак не пролететь по крайней мере на такой большой скорости я это решал тем что сбрасывал скоростью вот отсюда вот досюда где-то до тысячи с чем-то то есть ну во первых чтобы нам как повыше подлететь нужно притормаживать ну и нужно приземляться перед этой рампой то есть чем чем вещь у нас даблджамп будет тем лучше подлетим если мы приземляемся прямо втыкаемся в рампу то мы нифига не подлетим вот ну то есть я говорю мне приходилось очень сильно сбрасывать скорость потому что я не никак не смог найти нормальное прохождение то есть вариант номер два прохождения но это это с рампой вариант номер два из тех что я нашел это было как же это делал не говоришь что 2x не на ты на скорости 2002 x не сделать ну то есть я по моему здесь сделал рокет по моему летел прямо и делал рокет джамп вот здесь вот на краешке на этом потом следующий рокет вот сюда вот в эту стенку и потом я по высоте у меня получалось то что я приземлялся куда-то куда-то вот вот сюда летел то есть очень опять неудачно неудобно тут либо рандомить приземление на этот на вот краешек и одного из этих падов то есть куда-нибудь сюда иди сделать rg но у меня не получилось рандомить нормально либо ты на большой скорости втыкаешься в эту рампочку сбавляешь скорости потом долетаешь туда либо ты просто втыкаешься падаешь тыкаешь падаешь то есть это один из десяти если не реже да да даже один из там не знаю 30 наверно получалось пролететь нормально туда и задача была не просто долететь до дырки нужно было еще скорость сохранять нормально и этот так получится мне здесь нужно было сохранить нормальную скорость чтобы долететь туда вот до той пимпочки потому что получается что мы просто пропускаем гранаты да 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 мы пропускаем часть вот это вот этой штуковины это в принципе всего наверное я даже не знаю как тут еще можно делать то есть дабл джамп либо рокет вот этой стены и дальше либо можно попробовать сделать как вы ку-3 вы ку-3 здесь немножко другая дорожка была я делала ракет джампу с этого краешка потом а потом делал рокет джамп вот с краешка вот с этого с первого пада но это немножко рандомно и не факт что прямо быстро вообще я думаю здесь можно еще собьем к сожалению скорости очень много 2000 почти не не успеваешь набрать высоту чтобы все досюда залететь то есть если раньше делать то ты подлетаешь и приземляешь на упадаешь если позже то ты втыкаешься просто вот в эту стенку здесь как-то расстояние очень неудачно получается и скорость то есть я говорю еще знаешь в общем в баку 3 здесь делается просто идеальный робкий джамп и ты можешь приземлиться на кончик но это на тоже рандом потому что или перелетаешь или втыкаешься вот в этот краешек плюс нужен идеальная же но если у тебя это получается ты сделаешь этой скоростью рж просто с того краешка и улетаешь вперед вариант 2 в физике в руку 3 был тот тоже ты приземляю в физике в уху 3 да я прыгал сюда здесь сделал рокетом ты рамку да и улетал в дырку то есть там на определенной скорость к смысле но вы кудри дабл джамп не получается поэтому просто и улетал туда там скорость нужно где-то 1500 тогда получается почти идеально тогда в дырку но мы может быть физика поменяем я уж покажу так сейчас я еще думаю что тут можно туннель как-нибудь по-хитрому пройти и закидать допустим в x в стену залететь в дырку году для 2x нужна скорость либо в пол тормозить очень сильно ну тормозить сейчас как же к себе проходил я же был то есть черт я забыл как реально проходил дабл джамп сроки честно я не помню я не помню как и проходил ладно там посмотрит на после дабл джампа проходится в принципе нормально можно успеть вот куда-то сюда или вот сюда рокет выстрелить там как раз летишь скорость 1100 1100 с чем-то то есть после дабл джампа летишь вперед стреляешь вот в этот краешек ракетой рандомишь если скорость меньше 1000 то ты фейлишь если больше тысячи ты рандомно можешь себя просто я могу это валить поэтому поэтому это тоже сложно и не всегда юзабельно и не очень много даст потому что у меня бывало пару раз то что я на скорости почти 1300 пролетал эту дырку вот я пролетаю эту дырку в такая втыкиваюсь в эту стенку и потом падаю вниз и проблема в том что можно упасть вниз и и как да 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 это тупой телепорт он находится этот телепорт он очень маленький неудобный и не знаю что про него сказать вот то есть можно по моему под ним ползать нет нельзя в общем и сверху в него не попасть здесь из боков тоже до него приходится добираться и в общем и около стенки он не достиг и не дотянут до нее вот дальше после когда мы попадаем в эту комнату здесь у нас нам дают плазму предполагается что здесь такой триггер очень-очень маленькой высоты прямо в пиксель и если очень сильно постараться все физики в себе физики можно попробовать здесь густануть но у меня к сожалению так не получилось я пробовал пробовал в общем понял то что это очень-очень задротский и короче я просто прыгал вперед вот что можно сказать про эту комнату для очень хорошего прохождения быстрого во первых важно как правильный угол держать все мы понимаем чуть выше пола и вот как-то так и вот эти две полосочки кстати вот справа и слева можно либо вот левую полоску либо вот между ними куда-то нацелиться честно я наверное за фейлил и неправильно целился я вот между ними короче сам уголок сюда целился вот хотя надо было наверно сюда так больше скорость боковой получается ну наверно да что можно сделать чтобы быстрее проходить замерять вот сейчас как-то мышка есть а вот здесь наверху как мы видим справа вверху есть distance и хейт высота который набирается и дистанция которая пролетел после прыжка я ориентировался на вот этого значения на distance и смотрел где-то будет 1000 после 1000 может даже девятьсот семь восемь девять тысячи я просто прекращал плазмить заворачивал и летел сразу в телепорт что позволяло сохранить время вот забирание отсюда до сюда от стенки до телепорта вот точно так же в этой комнате тоже здесь буст не получалось сделать тоже мы подходим начинаем плазмить лазмин смотрим по левее по левее ближе к стене так еще ближе 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 около трех тысяч скорая дистанция нужно чтобы после которой можно спокойно от отрыгивать от стенки и и все лететь сразу в телепорт вот мы входим в телепорт для быстрого прохождения карты важно было после телепорта сразу заворачивать налево или делать прыжок налево или ну или направо кому как удобнее может быть кому-то нет туда далеко я просто прыгал направо брал вот эту вот эту штуку и сразу как только мне и давид переключался на гранаты кидал ее вниз то есть как как вариант можно конечно ее брать переключаться и куда-то вот сюда шевелять и она как раз взрывается где нужно то есть относительно эти полосы кстати у кого нет таких полосочек это один из паков которые на текстуры которые работают на картах типа трик house бета 7b или подобное здесь из одной из таких карт просто текстуры были взяты вот то есть важно последок мы взяли вот эту гранату рок это все остальное как можно быстрее начать подниматься то есть чтобы не подходить вот так вот потом сюда не тратить это время пешочком чтобы можно было сразу использовать это то есть если мы используем гранату то мы вперед кидаем то мы можем сплазм подниматься если с ракетой то в принципе я делал просто ракетами это все то есть это делал гранату ракеты быстрее чем плазма вот за самый крутой если получить идеально ловишь эту гранату 100 с трех ракет раз-два-три можно сразу залететь туда внутрь но это сложно нет это сложный родном то есть это четыре четыре и и вау как круто в угу 3 это сложнее в общем ну и дальше там надо экономить было ракеты наверно или нет четырех ракет по идее здесь одна или двух остается мы приземляемся здесь тоже я замерял несколько раз как быстро это проходить потому что он там финиш самое быстрое получалось после приземления пройти половинку вот этой вот красный по красного пола где-то на середине сделать ржа создать и кнопки вперед и потом нажать назад ну то есть да вот я финиширую вперед назад вперед и финиш как бы одна ракета достаточно чтобы финишировать там такой триггер еще то есть он прямо вот в этой платформы находится можно и просто его можно просто до упереться носом в него достаточно все и финишируется то есть так но если ты видел я обрезался вот в эту штуковину и там у меня не получилось нормально проходить быстро то есть чтобы пролетать и вот этого всего либо нет я там без без руки и блин почти вот на скорости на скорости 1100 принципе получается прилететь и вот как-то вот так вот залетаются дальше и с плазмой плазмем до 1000 дальше мы плазмем до 3000 прыгаем сюда граната три ракеты а блин 4 пришлось использовать и финиш 29 26 но я так себе медленно прошел черташка физику выкудришь ли пройти разок твоя карта простенькая сейчас быстренько глава давай про моде один ой ноль так новых утре здесь проще я ну как бы в начале желательно черта даже не знаю самая стандартное начало когда вот она так выглядит физики выкудри это стрелец от задней стильной потом уже от боковой то есть это нормально дальше по приземлении ну как бы вспомнила все что можно то есть от этой стрелке стенки отстреливался потом от этой стенки дальше получалось то что приземлялся куда-то сюда стрелял вот в эту стенку и в зависимости от скорости я по моему пробовал или помню зависимости в общем тут если скорость 1500 то 1400 1500 то от этой рампы ты отлично улетаешь на скорости 1100 если меньше то уже желательно делать уже здесь и ну как-нибудь уже делать и ловить рандомный прыжок вот на этом краешке то есть дико конечно это не каждому будет под силу меня еще откидывает этим ракетам в боку на боков нужно умудриться немножко направо взять чтобы правильно пролететь все это в общем какие-то таким образом я пролетал все это может быть ну может быть можно как-то быстрее но к сожалению я не нашел нормально дорожку посмотрим здесь все зависит от того как ты быстро все это не знаю быстро стенку проходишь как правильные углы ставишь и остальная мелочевка то есть здесь здесь тоже точно также на 900 на 1000 мы начинаем отталкиваемся вот так вот вообще назад стреляем перпендикулярно в эту стенку чтобы посильнее откинуло и потом мы наемся с трейфом попасть вот в эту тимпочку то есть но и здесь то же самое высоковато поздно от стены откинулся 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 прыгаем от стены влетаем в этот ползвачку делаем прыжок переключаемся сразу на гранату кидаем я под себя и трех ракет отлично получилось летаем а как насчет кидать 2x вниз сюда до быстрее быстрее мне кажется двумя ракетами вот эта стенка потом здесь сразу же сделать чем нам и кстати чем кидать стрелять вниз и вы ждать потом пытаться его словить мне это кажется я думаю мы узнаем самый быстрый путь потому что у нас есть определенные победители на этой карте я пытаюсь придумать как здесь еще можно проходить просто я так и не придумал если очень хорошо с плазмами здесь подниматься то по идее можно удариться спокойно головой в потолок и быстро вниз начать падать вот может быть это быстрее я может быть зря и так делал быстро ладно наверное будем переходить просмотр дамок доеду прохождение вот этой дырки тоже много ладно переходим просмотру дамок 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 это у нас альмера кап надо было 0 1 написать ну ладно в ку-3 в ку-3 так все купили все готов до римыч римыч 1113 play дамок много постараюсь побыстрее play нажимать а то мы здесь на по два часа как доходится мы не хотим в эту стенку стукнулся он наверное приземлился на краешек не получилось у него да это как вариант кстати гроза тигра кидать слов заранее пораньше не приземляться вы вымерял угол в итоге не совсем удачно получилось и собственно видим где римыч потерял минуту вот хорош вот даже граната есть я не знал но она наверно не особо хотя вот в этой длинной комнате может быть и даже весьма но для быстрое прохождение намного быстрее просто спал начинать подниматься чем ждать тогда пешком ходил поднимался ракет финишировал отлично дальше лунтик 106 перебил римыча play 7 секунд между прочим отрыв конечно отрыв очень большой лунтик кстати красава перебил римыча римыч на сады и фонстрейфом и почему ракета не используешь да может быть тут он как как него ляжка туда-сюда так ему было некомфортно от стены к стене он решил что стрейфом лучший вариант отлично взлетает телепорт поставил угол правильный правда можно было раньше намного от стены отпрыгивать но делают так как чувствуют в принципе делают правильно я думаю что очень важно не торопиться особенно краты на начале пути это мы с тобой нужно гривы конец надо сделаем ставки и ракета же есть может быть не знал должен узнать сразу в руках ракета первым делом корж белорус play 53 секунды еще на нас кучу на 753 какой же до на 13 очень жесткий отрывы у нас рейф начинал все равно неплохое начало тоже гранаты использовал сразу телепорт и не промахнулся на телепорт конечно прям почти когда нужно заранее отскочила стены отлично словил гранату да прям очень хорошо словил и и прыжок не получился корж на корж не решился с плазмой решил варпак 52 play перебил на секунду с лишним коржа классно спамят все что можно здесь дали не воткнулся и значит на такой быстрый вариант и скорость не хватило пришлось граната проходить был сразу такой классный да тут он видно что здесь тоже не плохо поставил возможно он ее не первый час играл и как-то приноровился зачем-то очень много собрал это просто часто дают но он все равно он долго там стоял из ракеты хорошо финиш и вот как раз просто уперся и финиш следующий дм 39 и 9 прибил на счет 12 секунд play еле-еле 40 вышел но тем не менее вышел да очень хороший спам по стенам 1500 власти rocket отлично и сразу же летел хороший угол сейчас посмотрим на второй угол чуть-чуть пониже ставить чтобы не так горизонтальная скорость была ой это вертикально диагональная диагональная была ну там их нет не очень прочувствовал и ой финиш за 2 немножко что страшно а так бы мог получается 38 верно даже меньше но он перебил на русле и точно да да вкус play россии тридцать девять и девятьсот двадцать восемь на четыре фрейма получается леска или 3 3 неплохой такой спам ракет на 1200 скорости после последнего вот и он сразу запрыгнул в телепорт да вот получилось хорошим до стенки плазма зачем если можно прекращать раньше классно подлетел хорошо даже головой ударился и здесь тоже до конца зачем-то заплазмил может быть чтобы наверняка раз другое становится совсем понятно ты финиш не шерлом дальше фет сапсан россия мужская область play 35 и 4 быстрее на 5 секунд 4 спали до 4 с половиной секунды рампу использовал вот почти сколько скорости неплохо так замечал и начало очень уже классно сразу поставил угол до конца но 2 плазмы очень неплохая до 2 плазма хорошая и но как бы лучшему в таком случае позже до конца как это делал дн потому что ой да куст потому что он все равно летел как бы до конца не меняя траекторию во двоих сделал но это медленнее мне кажется чем правом даже его не словил по-моему чуть-чуть словил но чуть-чуть друг другу драм криора как 34 на секунд пол 2 до 1 и 2 быстрее развивает ракет на стрелял во пролетел сразу очень жестко хотелось бы посмотреть демку а джекса таран не прислал да а у меня есть а че-то мне не скилл не знаю тебе надо не на все посмотрим если есть обзоре то есть 2 и 5 у него в конце он мне кажется мог граната намного раньше застреливать это она кстати она хорошо они не ждать им не бежать бегом за ней макс грунт и к play секира а это gravity кстати то наш с тобой уже наш с тобой закон 1500 скорости отлично остановился правильно пролетел 1030 скорости 1100 чем обычно бывало правильно остановился если можно было мне кажется стены прям перпендикулярно пострелять или просто переставать переставать стрелять не слишком проще было сразу и ну как я показывал это сразу пол стрелять гранатой там выку 3 дают не сразу в принципе поэтому следующий тутти фрукти 32 9 play еще на секунду быстрее честно не скажу что-то можно сделать такого ну просто начинают такие демки где тут быстрее там быстрее плюс у него вот ракеты хорошие ракеты немножко успел выставить дальше вылететь тут уже просто такая получается ой 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 как хорошо с плазма уходил просто начинается грубо говоря фрейма дрочь ну вот и местных здесь пешком не надо выходить надо было сразу граната кидать и даже быстрее надо бы купили опять же посмотреть там насколько можно сразу и кинуть вот он прошел в принципе все так же но из-за того что ходил пешком потерял вот почти полторы секунды в конце редборн белоруссия 32 и 9 play перебил на 8 фреймов я там кстати лишние по моему с четырех ракет залетал сейчас посмотрим тоже неплохие ракеты 1100 пролетел отлично очень много скорости вот даже чуть быстрее чем я на 200 у меня там получалось один раз на 500 как-то это очень редко пролетел отлично отбился неплохо тоже пешком ходила стрелял вверх да это чем быстрее на 100 на 200 но ну а лучше было сразу граната используем от 1 и 2 да и с ракетой на финише он взял про шашков это тоже в бизнес ему дало можно было бы сразу отследить хейз 32 и 7 ой play да еще на 200 быстрее вот последние четыре человека они в основном потеряют просто на тем на том месте что они граната раньше да да без том поле вот отлично тоже пролетел спортивный ходьбой отлично приземлился прямо здесь тоже просто не такой угол вот нет низковато очень ну хороший угол в принципе хорошо все сделку вот он делал 2 2 2 ракеты вниз хороших и почти сразу у него хватало по высоте ну по кулдауна чтобы сразу отстрелиться кет 32 и 6 play еще на 100 с чем-то 130 быстрее или секунд очень неплохие ракеты 1500 скорости вау и здесь неплохо пролетел плюс плюс 400 от меня здесь и он наверняка потеряет на гранате плюс 500 от меня офигеть вот привет застрелился очень поздно отстрелился от стенки отскочил а и здесь пешком ходил спокойно сделать 31 и 5 на 31 2 или почти 30 если ошибка вот у всех очевидно да просто не нужно ходить пешком грубо говоря и причем это касается не только этой карты всех остальных карт которых есть похоже элементы до интернат интер до 32 и один play быстрее на 0 5 от кита сейчас посмотрим очень неплохие ракеты 1400 ну не супер но все на плюс то неплохо отскочил от стены не очень высоко получилось что здесь раньше постараться с трех ракет заметал поэтому ну тем не менее граната сахну уже чуть раньше кидал да он там он чуть раньше но все равно можно было еще раньше прям как только а да там же кулдаун я забыл про него там в кутре есть не на немаленький кулдаун но все же после после подбора лучше стараться как можно раньше гранату выстреливать так моя дамка 31 7 еще на 300 400 быстрее play занимаешь четвертое место анг я не очень много играл у меня там были плюсы большие там больше 500 правдусь посмотрим на ракеты не самые лучшие в принципе 950 до скорость еще маленькая еле дайте он был с плазмы хороший хорошо оттолкнулся от стены еще один хороший дом опять же хорошо ой как классно от стены толкнулся и сразу как только смог 1 2 3 4 пришлось использовать из-за этого я потерял как раз 200 300 и 31 и 7 молодец что сказать рекрут тебя перебил рекрут наверное играл ну да ну да ну да ну да по сотку быстрее давай play не ну тут же если мы будем по любой системе смотреть должно искасовка застрелил плюс 4 ну там очень важно просто отсылать на вообще все на каждую карту еще раз напомним помоле случая что подсчитываться очки будут по новой системе которую сделали enter и экстен вот он просто с 3 ракет залетел туда финиш и это ему сэкономила почти 300 на 200 еще по сети такой получилось да классно там и финиш очень быстро 36 рекорд молодец и циферки это у нас гризли на 300 быстрее рекрута ой ой предвкушая минутную дым код котейки 1600 офигеть здесь 1100 очень классно пролетел 500 от меня уже 31 не знаю тут же здесь уже 300 просто первой форме потерял 200 и здесь очень далеко улетел ножка да не очень хорошо получилось три ракеты и правильно залетал финиш он здесь два раза потерял 300 он мог 30 сделать если бы в комнате с большой плазмой пораньше намного отскочил от стены и и ничего еще не помню что еще не гранату поздно как-то стрел он прыгал в прыжке стрелял если он стрелять то есть он ждал момента максимального высоты прыжка чтобы целиться гранатой а можно ее сразу кин мне кажется это тоже немножко это это тоже важно если вы планируете с ракетой отстреливаться ракетой граната ловить то учтите что ракета с гранатой как так гранату которая вы кидаете стоя на земле просто вниз она подкинет вас сильнее чем если вы прыжки и и подкинете вниз то есть она сильнее вверх подкинет но града которая в прыжке кидаете она сильнее вперед вас кинет чем вверх в общем ладно осталось бригад 3013 поздравляем стоп-1 play на первый топ-1 на этом турнире посмотрим как он будет себя дальше показывать кто знает может быть он станет победитель может быть enter соберется и не комната с плазмой тоже как-то не очень выглядит граната он слоил очень хорошо и скреп ракет приземлился прям куда нужно финишировал на 300 ракетами вниз себя очень криво кстати кидал он не можно было достичь был неправильно большую до а можно было достичь большую вертикальную скорость вниз у меня получилось так что если после двух ракет я делаю две ракеты приземляюсь и потом у меня еще кул дал не отошел от ракет поэтому там практически кого-то прямо идеально получилось я не помню у винтера что ли так ну что же дымку скачая якса давай сразу посмотрим сейчас я и закину буквально сейчас 5 секунд народ сейчас все будет я и закинул чтобы сразу же дайте это дымка вне таблицы но она очень быстро ты готов был да 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 и 37 еще на 600 быстрее полет конечно на 900-1000 но все равно неплохой здесь почти чуть-чуть пиксель был правее попал вот это финиш и 37 жизнь он играет по данным player серьезно то есть все это время он по сути может быть среди нас постоянно может играть подобный вид плеера мы можем мы можем этого не звать это жестко ну что ж подводили цепь на цепь демком топ я не помню какой 28 что мили до 28 небесный олен чужой пишется через и еще олен кстати неплохие ракеты а я почему-то в левом как будто в кутри что это было я не понимаю что он хотел tricks как на md32 рам финальный знаешь не получается давай попробовал бы еще по проходить немножко он даже послали более быструю дырами лучше бы просто постоял секунд пять и выровнял мышку чтобы правильный угол поставить чем вот такие падения тоже до конца праздник ну так я вот про это и говорю последнее время очень часто что важно пройти не столько быстро сколько чисто пусть это будет медленно финиш следующий лунтик play 57 523 секунды 25 даже даже сколько собрались математики и вообще программист у тебя математика в голове ложном что поделать обзор посмотрит участие уволит тебя вот угол сразу правильно поставил полосочку правильно направлял не заметил аякс полоска направлял или нет мышку а я не знаю честно говоря без снапа не включаю на пушках опять же и старт у него был чуть ли не стрейфом это тоже большой минус но из-за того что он прошел с меньшим количеством косяком косяков он намного очень перебил skyline cfg бай вуди россии это не я ребят а это деку последние пару дней я увидел то новенький очень далеко плазма от стены отпрыгивать туда такая общая ошибка и держал зачем-то кнопку прыжка вы не получился прыжок в конце римыч уже быстрее намного чем чем вечер мы все устали по слабой 37 6 быстрее на 5 секунд мне кажется концовка просто не запорол почище немножко прошел чем вы q3 я тебе могу спойлерить потому что запустил а ты потом вывязал стенку до 2 прям вот четко сделал это же во время плазма климба зажимал зачем мне показалось или он финиш с руки скриптом сделал нет честно может быть я тоже посмотрел и там прыжок вообще почти мгновенный был да а может еще раз посмотрим давай быстренько перемотаю давай потому что если не за скрипты надо сказать москву это демку выкинуть из таблицы потому что он занимает место ладно это в аркабе вот этот мир собернул очками очень важно занимать хорошее место а римыч может быть благодаря очень и очень быстро один или два фрейма надо было кстати еще атаку посмотреть сколько он держал сейчас нельзя перемотайтесь таймскейлом назад д как мне там 5 по моему сейчас я забыл какие мне кнопки включают это не видимо другом конфиге-то все дэв чацеague 1 сейчас 1 по 2 а вот сколько я не помню не смысле 2 как народ ссоре буквально 5 секунд сейчас я не помню какое инфо отображает атаку на нажатии кнопок а есть такое да даже есть инфо который отображает нажатии кнопок где видно где к чувак нажимает выстрел то есть там атака нажима ну видно сколько по времени он и держал часа ли народ я 5 секунд сейчас я все это сделаю не не это достаточно важно как бы да это важно я просто команду не могу найти таки это на том месте я сделал таймскил 01 и где где мой конферен там у меня ярко слишком было я не увидел из-за текстуры были шушь ты римыч делаешь римыч римыч вообще ладно чуть позже гляну ссоре народ но я нос в общем скажу пусть он затестит на предмет сейчас я ему сразу подожди напишу демку римыча проверь на финише же скрипт докса все по секунд размер инфо так control of кей or input arrows 150 так я писал инфо 150 я посмотрю видно будет мой нет 151 наверное до 151 лучше вот здесь как раз видно когда вот кнопочка а загорается когда он нажимает выстрел замотаем вот 10 на 01 time scale смотрим и нажимает же отпускает прыжок атака все еще держится отпустил все то есть держись ну честно я не знаю спорный да вообще он я не сознается да без разницы просто хэп джекой и хода из 45 я в смысле хулиган ты чё блин дахи хулиган хулиган плей тридцать пять и два быстрее на 3 дня на 2 и 4 то и у меня таймски все идет 1800 скорости пришлось затормозить завернуть но все-таки пролетел мне кажется поздновато немножко цене отскочил здесь тоже поздновато немножко забыл то что него граната нет попробовал и выстрелить но он как-то очень конечно потерялся жестко на финише ладно и фил тридцать четыре пять россии катейбург play быстрее нас 600 даже 700 ну это было как очень даже быстрый старт очень почему это шел пешком зачем не ходите пешком ходить пешком в дефраге иногда надо не здесь ну блин не в таком случае выходишь из тп тебе идти там три часа до этого триггера с классной и ты идешь пешком хотя можно проплыть еще один рокет на финише зафейлил просто 33 и 9 play быстрее на еще полсекунды 06 получается мне кажется концов начало неплохое скорости много 1600 проходил от боковой стенки но высоко поземлился поэтому 6 до телепорта у нас еще падать правильно завернул здесь очень долго плата они наверное не знают про то что есть дистанция на которую можно смотреть вот народу да может быть даже не знают нужно полосочку и не полосочкам циферкам которые вверху справа можно определять когда можно от стены отскакивать так мульт россия play 33 5 быстрее еще на полсекунды посмотрим и также высоту можно принять по щей да тоже сверху слева то есть про иногда очень помогает когда тоже плата дело касается тонкой ювелирной работы может ему патронов не хватал в принципе неплохо так поднялся с двух ракет почему-то финишировал ну ладно take five россия play 33 и 2 быстрее еще на 300 миллисекунд если чуть раньше мне кажется заворачивать или там не знаю на середину проходить побыстрее вот она делала дабл джамп и отлично улетал в т.п. вместо меня в начале еще до скорости было так неплохо получилось уже идут почти да с чуть не проскать не проскочил на телепорта уже такие скоростные целью римской ракет и финиш 27 9 так подожди чуть-чуть и 29 чё это было я не знаю куда я смотрел 33 2 я не знаю куда я посмотрел 27 9 это твой тайм а это мой да 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 я посмотрел финишировал тебя перебил ауру ладно мы к этому вернемся н год энди play 33 и 2 еще дэнди это дед год энди там на дэнди дэнди не удивился энди там в тунгодах не не пойдет в год 3 правильно перестал плазмить но 5 живут очень ракеты раненая ошибка особенно в цепи гранату можно выстрелить сразу же и этого пока еще никто не сделал то есть они теряют очень много на том что вы подойти к стене зачем-то да как он play back when planet earth это не может быть он джамп от левой стенки с прыжком проходил можно считаешь нормальный нормально посмотрит второй раз не очень низко очень летел и здесь пешком очень много прыгал потерял тоже много вообще лучшего сразу гостю гранату и сделал бы на секунды три быстрее минова минск play 32 и 3 на 077 мне даже восемь почти надеюсь быстро оторвался ну блин это очень много дел промахнул с ракетой и финиш ну блин полсекунды по меркам дофраг это очень много носа котейка 34 31 и 4 на секунду быстрее play всего два тайма у нас с 31 секунды не получился густ 16 скорости дабыл жамп и на 1200 влетел сейчас лет в минус 0 4 от меня всего и и здесь нужен а вот сейчас минус 17 него больше секунды потерял на второй плазме здесь пешочком топал и финиш и здесь на финиш он еще потерял много ну что поделать старайся лучше да везде по чуть-чуть но это может быть конечно не хватает опыта в каком-то плане но вот этот момент когда ты берешь гранату и ты знаешь что тебе нужно максимально раны и выстрелить чтобы начать максимально быстрее подниматься уже наверх туда к финишу они почему-то этот момент упускают этого пока еще никто не сделал но они наверное хотят с плазмы начинать почти все лишь плазму использует место ракет как бы плазмить с середины пола не получится нужно бежать до стены вот учитывайте то что у вас там есть ракет тоже ракетами тоже нужно можно подниматься в натуре плюс 200 и почти плюс 100 сделал дм дм play плюс 120 130 120 знаешь что в этом турнире самое смешное классно вылетел очень плохо раньше можно было стены скакивать не надо было прыгать это сидел тоже очень долго фишировал да очень-очень много так очень следующий дед москаль россии москва play еще на 300 миллисекунд быстрее сейчас посмотрим что же он сотворил неплохо так залетел минус 1 в основном потерял вот в первой комнате дозири порта долго падал речь и угол ставил очень-очень классно я не додумался вот и гранату сразу кидал и словил и отлично просто из-за того что он граната правильно кидал но потерял очень много на старте и в конце можно было с одной ракеты сразу носом втыкивается в финиш они двумя ракетами пусть и сам себя теперь дизморалит сит кипиш 38 на 2 сотки быстрее на из челябинском кстати что примечательно мяки пус как я успел заметить сейчас сделал 29 и 7 мяки пус дебл джамп 1600 если я мяки пус перебьет я с тобой не буду разговаривать ну вы достаточно хорошие проходил я отлично да пословил да сразу кидали гранату это это можно наверное разделить в целом топ на тех кто кидал сразу и не сразу ну что скорее всего все следующие кидали бы сразу и финиш опять же немножко медленный потому что две ракеты до 2 ракеты на финиш в муру плей 37 быстрее еще на 100 миллисекунд посмотрим спам дабл джамп очень неплохо пролетел рановато прыгнул ладно уже это маленькая дальше плазмить как результат вот он два прыжка делал сразу и из трех ракет залетал отлично на финише с 1 ракета финиш ну суши в ему очень классно прошел очень классно пак 32 плей еще на полсекунды быстрее варпак сделал 32 офигеть вот это чуваки блин растут я буквально я помню их вкусить им еще не пойму там что-то ставили бегле сейчас смотришь и неужели и отлично пролетел отлично переключался долго прям сразу в кнопку прям момент когда наступаешь на кнопку можно было переключиться на гривенку и и туда воткнуть ну да и опять две ракеты на финише не очень хорошо но он там впритык почти к финишу был я не думаю то что это сильно повлияло х из россии 31 play еще на 100 миллисекунд быстрее ну что 30 секунды у нас очень прямо плотно идет в топе на соточку на соточку на соточку подбивает друг друга он как в купли проходил он без прыжка ну блин это тоже очень крутым я так сегодня пока я не просто не может быть так даже быстрее да вдруг если без прыжка втыкаться будет лучше ну плазма хорошая получилось пешком не выходил а прикинь мог 29 сделать спокойно с ракетами поднимался и принципе нормально финишируем мяки пуз play 29 и 7 еще на 400 быстрее в общем все быстрее быстрее как ни странно 1900 было потом тормозил зигзагом вернул и сделал я беру типу скоро обгонит будешь знать он пешком долго ходил 2 комнате 1 человек который это такое прохождение увидел тупого разуме к стп прыжок и сразу налево с поворотом с плазмой тогда там же и лететь недалеко да и вообще классно я об этом так что почему-то пока что приз оригинале сададим все углы вымерял но мне кажется то что овчаркин также проходил на ладно посмотрим посмотрим avenger play на 400 побыстрее ну блин пусть очень рядом с роде это мне кажется порой венджер или овенжер народе 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 300 это быстро в целом ракеты на старте не очень быстро и тоже максимально быстро постарался делать базовую и гранату тоже сразу отстрелим получилось но все равно не так быстро босс россии до сети до play еще на 100 миллисекунд быстрее да монтём идет любвище как раз как у меня было и влетел он даже здесь если не ходил пешком можно было еще саканать я углы неправильно выставлял в общем я не знаю где много раз ошибся и здесь на финише очень много прям очень много потерян и пешком здесь ходил на войну вонтер так расстроил такой хороший старт был just the queen play 28 7 еще полсекунды срезал ну офигеть вот сейчас будут жесткий тайм и я я чую 28 секунд это начинается полный вот 2000 как раз стыкался отлично вот как классно получилось потерял очень много и угол не очень и пешком но в конце не сразу использовал гранату и покажу очень-очень очень много вот это кишка прошел следующий нашел . побыстрее зорун зору на процессе 86 play пустом 1900 у него было левой стенки я почему-то не додумался эту боковую стенку использую я всегда прям пролетался это я вот думаю что если в овчаркина получилось г.б. не знаю просто я думал если угол ставить достаточно плоский о нифига зор ты видел ты видел да видел видел но если если вот а если бы словил ты прислешь как-то эпично был бы я бы ему за оригинальный сдал если отдал у пуза бы отобрал отдал ему пока пуз рули ты фиг они выжили до то есть чего 2 2 2 2 8 и 0 быстрее на 600 чуть-чуть даже зевается уже даже как-то попроснулся что вот 2000 реально чё я так не делал 300 просто так плюс 300 вот а пацаны ты знает где плюс 300 сразу кидал гранату и с ракетами 1 3 ракет залетал если бы он зон словил я бы отдал зор и хороших 28 в принципе очень быстро и топ-3 до 27 и 9 до 20 на соточку дымка я очень тормозил я просто кнопкой назад тормозился да ладно не оправдывайся тебя рекрут вы кутри уже перевел ты уже ничего не спасет вы кстати неплохо так быстро даблджам получился плазму сумму тебя очень хорошие конечно же не отнять и вторая комната особенно хорошо получился тысяча четыреста шестьдесят и высота хорошие гранаты снова 4 4 ракеты и зол вы какой умничка что все просто в игре если бы я сразу но во первых использовал после даблджампа налево я мог там 300 сэкономить потом прыжок после 1 1 т.п. тоже если сразу заворачивать там еще 300 экономится но и финиш и как бы вот они 26 ладно аурум 27 6 play когда резкую себя секунду до шуху ну 300 300 и 300 получается 927 это что-то 790 вот 7 0 26 считай ну в общем мы с тобой посидишь тут конечно смотри в принципе у арома ракет залетал три ракеты как раз экономили но у него очень плохой финиш кстати о ее неплохой полтора x кстати тоже как вариант то это будет быстрее мне кажется полтора x ну и овчарка топ-1 play 7 0 и на стоп-1 сейчас посмотрим что сарчик вдруг овчарка за рулит этот кап а у нас даже призывал ему нужно сносим кардакет 1900 дабыл джамп вот здесь как раз 300 отыграл он еще 300 далековато не очень в общем я че думаю как об это мне кажется можно надо попробовать сам потому что если делать угол не острый по отношению к тебе да вот и земля ну быстро честно я я ожидал от овчаркина что-то особенное демки потому что во первых такой отрыв большой ну и его классно получилось пройти но после дабл джампа от левой стены отстрелиться и классно прошел первую комнату и в старую комнату тоже неплохо а дальше почти так же все так у меня ну ладно что сравнился будем смотреть медленно или нет да будем посмотрим риганда и са таймы с кейл 0.5 play бриган 31 я просто думаю блин там триггер очень низко расположен я не получалось его словить я не знаю попробуй сам если ставлю даже сотку но я сильно не старался можно словить на не знаю сразу говорит забил ловить потому что если можно ловить очень-очень сложно ну в общем ребят я читаю что можно сделать просто более плоский отстрел оставился прям приземлился на сразу на этот полно почему не участвую почему ты не участвуешь ну что я эти карты все знаю я знаю какие карты дальше было продам список карт за 50 биткоинов ребят что-то жирновато мне кажется ну вы как вы хотите выиграть или нет покупайте список сколько сейчас один биткоин а я не знаю честно а кей первому написавшему будет цена в один биткоин все остальные будут записал как ладно соли что мы болтаем но че тут обсуждали 2700 play бригада очень классная демка но аякс у аякса лучше овчарки очень хорошая демка но можно лучше он не очень хорошо не очень много старался я даже вижу что у него сервер там 19 минут сегодня вот на 1500 у него было как он там умудрился а после даже с математикой плохо не просто подумал что он об стенках здесь тысячи кстати на первую плазму 1000 это очень много быстрее чем у тебя 3500 поздновато немножко сетки отскочил на кстати он мог 267 на сделать если бы нормально стенки отскочил не скажу ну не скажи может и мог да может быть и полтора x если словил кажется проще было без полтора x просто приземлиться и почти сразу уроки джам делать мне кажется так быстрее вот овчарка же ну чё с него взять это же это вот видишь уровень топ-3 dfc видишь какой уровень так вот народ мы сейчас посмотри сделали обзор сейчас я переключусь переключусь на браузер вот как вы видите вот этот по этой карте проходил competition результаты к сожалению надо фру еще не появились а вот на сайте devcoms их можно посмотреть они появляются прям сразу же вот они все результаты в принципе кто сколько какое место занял сколько очков получил и что еще сказать вот поздравляем топ 1 2 3 1 2 3 всех на данный момент стартовал новый almera cup round 2 до 2 это у нас старенькая карта 2003 года стрейф ран парао многие старички и узнают enter наверняка ее помнит что она там какая-то дикая с срезами ну очень древняя карта я очень давно на ней играл в общем по моему стрейф в основном и что же он проходит 22 по 25 число то есть у вас есть еще не знаю полтора дня ножом справа он счетчик есть даже по нему легко ориентироваться и ну то есть когда обзор выйдет у вас будет нибудь полтора дня не знаю сколько посмотрим присылайте демки ждем ваших результатов вот вот потому что было очень много дома круто конечно ну да присылайте еще позвать и больше будем делать обзор будем все это как сказать находить находить ваши ваши косяки и тоже все всем спасибо за обзор нам тоже спасибо присылайте демки лайкайте комментируйте все давайте всем спасибо всем пока